во времени суток уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня мы попытаемся произвести ремонт вот этого фена омакс 50 герц 2000 ватт идет до 800 градусов включается вот здесь здесь регулируется но не функционирует уже один раз ремонтировали то есть спираль сгорела может быть и сейчас та же самая картина а может быть и нет но сначала проверим это берем приборчик посмотрим пока что на прозвонку звенит не звенит первое положение нет нет внутри течет то есть будем разбирать и смотреть что с ним ну разборка я думаю это неинтересно практически разобрали это мы берем это у нас так здесь тоже ничего сложного нету вытащим с этого корпуса посмотрим опа на это уже не есть хорошо это не есть хорошо он рассыпается на ходу поэтому надо аккуратненько здесь рассыпается поэтому надо будет его просто подклеить возьмем циакриновый клей что-то держится будем заниматься ерундой фен немой поэтому не будем заниматься ерундой это разломай об этом еще это претензии ко мне это мы аккуратно сейчас соберем это все назад аккуратненько ну все диоды целые диоды целые но что касается семистора конечно так просто его не проверишь вообще-то не работает внешне работает вот этот движок движок не дует спираль не охлаждается естественно спираль может сгореть здесь как бы две спирали то есть основная спираль который он стоит большая спираль не буду ли тут вытаскивать можно там посмотреть это большая спираль и еще здесь вот маленькая спираль напряжение 220 вольт подается один проводают на переключатель вот этот оборотов регулировка производится с помощью вот этой платы на плате стоит семистор куда его дел а вот он семистор стоит в это 16 600 b bta 16 600 b с помощью которой происходит регулировка с помощью вот этого потенциометра с помощью регулировка происходит не оборотами двигателя а именно нагревом самой спирали он работает как ключ ясненько обороты регулируется вот этим переключателем но принципе еще раз возвращаемся 220 вольт идет на переключатель оборотов вот он и стоит а вот провод вот этот идет на вот эту маленькую спиральку если видите вот она вот эта спираль вот она вот с нее вот подается на нее вот смотрим сейчас продемонстрируем так вот мы берем вот по идее вот она сюда поступает отставить да вот сюда она поступает вот она раз а а уже с этой снимается и подается на двигатель на двигатель мы чуть подальше побольше проверим теперь мы берем вот раз и смотрим здесь где ты так вот контакт один вот получается черный подается сюда проходит через эту спиральку и снимается и подается затем на двигатель и двигатель работает ясно но но теперь берем и смотрим потому что вот это должно быть как бы кз извините ничего нет теперь берем потому что этот не хром вот берем и просмотрим вот так опа и все то есть обрыв она не сгорела не перри просто где-то возможно перегорела возьму ну обрыв и как результат получается что напряжение не поступает на двигатель и соответственно и не работает у нас и схема и фен нерабочий вывод необходимо менять эту спираль как она продается ну думаю что где-то продается но мне кажется что то я слышал что цена этой спирали дороже чем всего фена а вот перемотать и но мне кажется это нереально это мне кажется нереально ее перемотать потому что здесь направляющих нет уже можно было и туда вложить а так мотать ну и чем мы приведем чего то ничего мы посмотрим больно выдумки хитра так ну а сейчас проверим все таки мы двери рабочим или нерабочий так берем у меня вот блок питания напряжение обрано смотрим да убрано сейчас проверяем блок питания вот ставить вентилятор работает он или не работает так включаем он на 12 вольт движок исправен то есть получается это исправно чуть дальше я вам покажу как проверяется так это пока мы уберем уберем так устанавливаю тут я уже ее разобрал эту схему вот так установили так это управляющий у нас есть три вывода а1 а2 и g управляющий поэтому сейчас берем вот мы вот так мы его ставим так вот такой раз все верно сюда мы на управляющий ставим сюда так второе у нас где там схема помню не помню так второй мы ставим на диод это минус у нас сюда идет поэтому черный на диод а вот так проверяем напряжение 14 плюс сюда минус сюда управляющий ставим сюда все теперь включаем и смотрим то есть если он работает светодиод вот так он не должен гореть если он горел то ему гранты а так все нормально так теперь берем увеличиваем напряжение где-то до там 5 вольт но обычно где-то 7 вольт вот так у 7 вольт а теперь берем вот так пошел нафиг с новым годом что-то неправильно сделал что ли неправильно соединил вот берем по этой же схеме вот она с кем-то стол у сопротивления 2 вот он раз то ёлки в контакт хреновый вот если мы добавим чуть-чуть тут включился открылся точнее и все семестр исправен можно вот так вот видите он открывается семестр исправен можно его еще проверить с помощью прибора с помощью прибора проверяется можно сказать тоже просто для этого нужен семестр и по большому счету больше ничего не нужен нужен еще этот прибор а для этого чтобы он работал делаем следующее берем вот сюда раз минус на плюс плюс на минус все это есть теперь напряжение берем минимальное напряжение берем и нам необходимо это напряжение подать мы провод ну плюс повесим вот сюда за карате поэтому извините берем теперь вот эти он открывается но не звенит потому что сопротивление все таки еще большой а то если поменяем полярность вот так то он полностью открывается это тоже говорит о том что семестр исправен но конечно лучше всего использовать справа и сделать вот такую схемку и проверить все это два способа для проверки семестров ну и третий способ проверки семестров это если у вас есть вот такой прибор но он не хочет у меня тут показывать ничего он просто показывает сопротивление можно оборот не знающим это связано возможно программа прошивка данного тестера видите показывает сопротивление между крайне выводами 58 и 1 ом а ну как бы не показывал но реально видишь он что то что то работает вот так это что касается ну нашли неисправность так можно сказать теперь надо ее как-то устранить как но если устраню покажу если не устраню значит извините это тоже как бы полезная информация вам или вот этот вот этот спиральку все это или перематывать или искать ее снимается вот здесь все эти просто зажимается отпаивается снимается перематывается значит как я уже говорил ниже или выше выше да что вот здесь есть обрыв именно вот в этом месте ровно посредине надо менять вот это вот это устройство или наматывать но наматывать но наматывать не знаю ну него может и получится конечно так что я показываю поближе потом расскажу что я придумал значит я взял вот такую некромовую проволочку вот возьму вот она такая видите и попробовать вот эти витки вот эти витки между собой два виточка закоротить и возможно даже начнет работать не знаю получится не получится но может быть и выйдет сейчас я проверю сопротивление полностью половину обмотки той половины той и посмотрю что получится ну все два витка я соединил не стал показывать там ничего сложного нету муторно конечно такая работа очень мелкая а теперь сейчас попробуем проверить работоспособность ну что момент истины пойдет или не пойдет так убираем в ноль запускаем ну заработать так что как говорят данная идея имею право наше ну все кому полезно ставьте пальцы вверх кому нет извините не угодил подписывайтесь на мой канал будем дальше делать ремонтировать и делиться с вами всего доброго до новых встреч